Зима пришла в срок. Эта пора года дарит нам красивые пейзажи и новогодние настроения. Но вместе с этим добавляет работа коммунальщикам. На выходных к Красномучье без электричества осталось почти 400 абонентов. Аварийные ситуации произошли из-за налипания мокрого снега. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ЛНР. И самая простая задача стоит перед работниками ЖКХ. Как бы да, дворники работают. С переменным успехом, конечно. А так дворы, конечно, немножко заснежены. На вчерашний день как бы так было. Приходят, сегодня чистили, по крайней мере, сегодня подъездные подходы чистили. А в вашем районе чистят снег? Только крыльцо. Ну а по времени, как поздно? Нет, утром. Сегодня почистили утром. Не устраивает то, что крыльцо почищено, а остальное не почищено. А, сама дорога нет? Сама дорога нет, да. Никто, в общем, посмотрите. Пойти нигде нет. А в вашем районе чистят снег? Ну, где-то чистят возле подъездов. А в каком вы районе проживаете? А вот 29-й люм. И чистят снег? Да. А в каком вы районе проживаете? Четвертый микрорайон. А в вашем районе чистят снег? Да. Я сама дворником работаю. По информации директора КП ДРСУ Натальи Галкиной, чистка снега проводится по автобусным маршрутам, а также к больницам. На выходных чистились улицы Хрустальское шоссе, Павловское, Луначарского, Антрацитовское шоссе и другие. В понедельник, 6 декабря, посыпали скользкие дороги по улицам Вольного, Похоле и Новое. Новый год и Рождество. Выходные и каникулы. Дают возможность всем отдохнуть и вдоволь повеселиться. С каким настроением эту зиму встречают красноучане? Сегодня мы это узнаем. А какое-то новогоднее настроение уже есть? Подготовка? Ну конечно, да. Забота о подарках детям, ну и как бы подготовка, конечно, однозначно. Не очень. Не очень настроение. А уже есть новогоднее настроение? Ну как, есть немножко. Самое главное, что денег хватало. Все дорожает, все. Несмотря на то, что не у всех красноучан есть новогоднее настроение, люди начали адаптироваться к погодным условиям. Ну а подготовку к праздникам многие жители города отложили на потом. Новости телеканала Луч.